Братья-месяцы Святой Конан был градарем, садовником-огородником, поэтому крестьяне обращались к нему с просьбой помочь в выращивании овощей. С этого дня, какой бы ни случалась погода, основные мысли и заботы российских крестьян были связаны с огородом. На Конана градаря начинай копать гряды в огороде. Пошедай сей, пусть хоть и зима кругом, даже если в это время еще лежит снег, начни заниматься огородами, полушутливо, полусерьезно советовали люди бывалые. Считалось, что в таком случае непременно огород будет добр и овощей уродится много. Мужики, если позволяли условия, вывозили навоз на поля и удобряли грядки, приговаривая, навозишь на гряды навоз, не хлебнешь зимой над печным горшком горьких слез. Но помнили, что с навозом нельзя работать в понедельник и 31 числа любого месяца, иначе в семье будут ссоры. Конечно, пахать и сеять нужно было чисто символически, из уважения к святому, который огороды от всяких напастей оберегал. На Конона следовало выкопать в земле три лунки, при этом приговаривая, одна лунка для суши, другая для мошки, третья для червей. Нехитрый этот обряд должен был предохранить овощи от засухи, а также от жучка до дурного червячка, которые в отдельные годы могли весь урожай на корню загубить. Действо это совершалось скрытно, так, чтобы дурной глаз вольно или невольно порчи не нанес. А из предназначенных для посева семян нельзя было и зернышко съесть, чтобы не иметь червям примеру. А еще в день Конона огородника не символически, как пахали да сеяли, а совершенно серьезно, со знанием дела, замачивали семена некоторых овощей. Ремонтировали теплицы и парники, помня о том, что весенний день прогуляешь, недели не наверстаешь. На Конона замачивают семена капусты и помидоров для последующего высаживания в теплице и в грунт и примечают. Трясогуска возвратилась раньше обычного к ранней весне. Если на Конона на ведра ясно да сухо, града летом не будет. Вот радость-то для огородников. Хорошего вам урожая, славяне! Братья-месяцы